Декоративная косметика безусловно украшает внешность, но помогает она лишь в том случае, когда кожа здоровая и увлажненная. Это в свою очередь зависит не только от дорогостоящей косметики, сколько о правильной последовательности ежедневного домашнего ухода. Нас консультирует Лана Стадникова, эксперт компании Косметичка. Первый этап очищения кожи это демакияж. Здесь существует два вида любых средств, которые работают в контакте с водой и без контакта. Без контакта с водой работает мицеллярная вода. Женщины выбирают по типу кожи и самое главное, не забывайте, мицеллярную воду обязательно нужно убирать с лица тоником, желательно тоником. Мицеллярная вода заменяет умывание просто водой с использованием специальных средств по типу кожи. Обычно для жирной кожи предлагаются гели, а для сухой и чувствительной пенки и муссы. Но есть одна идея масло для умывания. Масло как растворяющий компонент хорошо убирает макияж, но не нарушает липидный барьер вашей кожи, соответственно не дает коже высохнуть. А дальше вы добавляете буквально капельку воды и это масло превращается в нежную пенку. Умываетесь как всегда, убираете остатки макияжа и тонизируете кожу сухими руками на сухую кожу и убирает достаточно стойкий макияж за счет того, что в нем основа это масло, хороший растворяющий. Наносим масло и масло растворяет весь макияж. Масло растворяет его, видно уже, что оно его уберет скорее всего. Теперь можно убрать вот так и потом добавить немножечко воды. Когда мы добавляем с вами воду, у вас на коже остается нежная такая пенка, как будто вы умываетесь либо мицеллярной водой, либо муссом или гелем для умывания и остатки убираете. После любого умывания необходимо использовать тоник, даже если производитель пишет, что мицеллярную воду не нужно смывать. Тоник является хорошим проводником крема в глубокие слои кожи, соответственно именно тоник заставляет работать ваш крем, он доставляет все полезные компоненты в вашу кожу лица. Если вы неправильно очищаете свою кожу, не соблюдаете как минимум два этапа очищения, соответственно ваш крем работать не будет. И дело не в том, что крем плохой, он скатывается или не увлажняет, сушит кожу. Дело в том, что вы неправильно подготовили кожу для работы кремом. Перед кремом косметологи рекомендуют такой продукт, как сыворотка. Это концентрат компонентов, который усиливает действие крема. Сыворотку мы наносим под крем, можно в качестве основного средства, а можно в качестве дополнительного увлажнения и питания кожи, когда наносите ее под крем. Ампулу вскрыли, несколько капель на пальчик и на лицо. Точечно нанесли, сыворотка впиталась и пошел крем. Все эти средства вы можете найти и эффективно подобрать, что немаловажно, в любом магазине косметики рядом с домом. Любое чудодейственное средство не обязательно должно стоить, как ваши платья и туфли вместе взятые.